Здравствуйте! Я надеюсь, вы уже прочитали заголовок этого видео. Речь у нас пойдет о Иуде Искариоте, которого написал Леонид Андреев. Но, как вы заметили, там еще упомянуто имя Егора Летова. Но давайте не станем спешить и потихоньку со всеми этими вопросами разберемся. Я сразу хочу только сделать одно маленькое предупреждение, что очень возможно, я не уложусь в одно видео, поскольку предвижу, что разговор получится очень серьезный, поэтому, если я прервусь в какой-то момент, то прошу на меня не обижаться. И это будет только означать, что мы с вами продолжим наш разговор в следующем. А я, кто смотрел мое предыдущее видео, знаю, что обещал разобрать, рассказать о двух произведениях Леонида Андреева. Одно – это Иуда Искариот, а другое – Красный смех. И я тут сразу нарушаю хронологию. Я умышленно это делаю. Дело в том, что Иуда Искариот был написан Леонидом Андреевым в 1907 году, а Красный смех – раньше, в 1904. Но мне представляется, что, разобравшись с Иудой Искариотом, нам просто будет потом легче говорить, понимать, а что же хотел сказать Леонид Андреев своим рассказом или повестью «Красный смех». У автора это вообще часто бывает так. В голове масса всяких замыслов. И иногда бывает, что какой-то замысел реализуется раньше другого, хотя по хронологии, как это реально ложится на бумагу, она выходит обратной. Тут я ещё один момент должен отметить, прежде чем перейду к разговору о непосредственной Иуде Искариоте. Корней Чеховский как-то заметил, и это такое важное замечание, что у Леонида Андреева всегда, в любом рассказе, в любой повести, если взята какая-то тема, то эта тема как бы подавляет все остальные. И читая того же Иуду Искариота, трудно вообразить, что это человек, который написал, скажем, тьму, или который написал бездну. То есть совершенно в другую плоскость переходит писатель. И то же самое вот получится потом и в «Красном смехе», о котором я буду говорить. Ну всё, это такие несколько общих уведомлений. А сейчас давайте мы обратимся непосредственно к этому Иуде Искариоту. А если шире, а я предвижу и хочу, чтобы это получилось шире, вообще к образу Иуды как таковому. Почему Леонид Андреев именно таким изобразил этого Иуду? И тут я начну с Егора Летова. И скажу почему. Дело в том, что у Егора Летова, о котором в своё время я много рассказывал, и поэтому сейчас не буду ничего говорить о его творчестве, а выделю только одну единственную вещь. А была такая вещь, такая песня, и текст, соответственно, был, которая называлась «Иуда будет в раю». И Егор включил эту песню, этот текст, в альбом «Всё идёт по плану». И там были такие строки, давайте приведу, как всегда, на своей доске. «Но Иуда будет в раю, Иуда будет в раю, Иуда будет со мной». Ну, вот видите, написал, мы с вами прочитали, надеюсь, вспомнили эту песню, там ещё много всякого сказано, но вызывает удивление. Иуда, мы знаем, уже как бы утвердилось такое, что это что-то нарицательное, что-то плохое, этот человек, который совершил предательство. И вот оказывается, с точки зрения Егора Летова, этот Иуда будет в раю, и не просто будет в раю, Иуда будет со мной. То есть Егор считает, что тоже после всего, что он делал, что он пел и так далее, он попадёт в раю и там, естественно, встретится с этим самым Иудой. И после того, как Егор выпустил этот альбом, спел эту песню, было такое интервью, где Егору, собственно, и задали вопрос, который я сейчас вам уже сформулировал. Ну, давайте напишу, как это спросил у Егора интервьюер. Почему Иуда будет в раю? Скажи, пожалуйста, потому что он раскаялся, совершив суицид, или потому что он снял таким образом вину с остальных апостолов? Ну, напомню просто библейский сюжет. После того, как было совершено это предательство Иудой, он пошёл и удавился, то есть совершил суицид. И вот, собственно, интервьюер и спрашивает Егора, что вот поэтому, что он раскаялся, что он вот так поступил, на что Егор ответил, «Читайте рассказ Леонида Андреева «Иуда Искариот». То есть, видите, какая у меня получается преамбула. Вот что заявил Егор Летов и отправил нас всех читать рассказ Леонида Андреева «Иуда Искариот». Ну, на самом деле, к образу Иуды обращался не только Летов, обращался, например, и Дима Хаски. Но тут я должен сразу оговориться, что в трактовке Димы Хаски Иуда выглядит, ну, скажем так, традиционней. Не ловите меня на слове, я это слово вот традиционней или традиционно, потом туда войдут такие нюансы, что вы увидите, что традиционность не совсем традиционная. Но, тем не менее, почему я говорю более традиционно, отнёсся к нему Дима Хаски, потому что для Димы Хаски Иуда действительно предатель. И ни о каком рае, ни о чём таком, значит, Дима не говорит. А у Димы тоже был текст, который так и назывался – Иуда. И этот текст, эта композиция, так назову, должна была войти в альбом под названием «Евангелие от собаки». Слушайтесь, говорящие названия «Евангелие от собаки» – Дима Хаски. А что такое Хаски? Это такая порода собаки существует. И, очевидно, поэтому или не поэтому, уж не знаю, но Дима взял такой псевдоним и на этой ассоциации, собственно, и строит название этого альбома, который он хотел записать. Ну, значит, хотеть-то хотел, и даже вроде бы что-то такое там записал и прочее. Это «Евангелие от собаки». Но потом этот альбом не вышел, Дима его рассыпал, и от всего альбома, собственно, остался один Иуда. Ну, сингл, называйте это так, поскольку потом он его включал там в разные места. Но, во всяком случае, предназначен этот сингл или этот Иуда был вот для альбома «Евангелие от собаки». Ну, а раз мы с вами договорились, что «Хаски», «Собака», «Евангелие от собаки», то, очевидно, в этом альбоме Дима хотел написать, сочинить, поднести нам «Евангелие от самого себя». Ну, тут я должен уточнить. Дело в том, что все мы пользуемся этим словом «Евангелие», все его слышали тысячи раз, но я не уверен, что все точно понимают, что это слово обозначает. А слово это обозначает «благая весть». Ну, естественно, все мы знаем Новый Завет, где, значит, куда вошли четыре Евангелия, и там «благая весть». Иногда это «благая весть», ну, это уже недословный перевод с греческого, но, тем не менее, понимают как «житие», поскольку в этих Евангелиях, канонических, в тех четырех, которые вошли в каноническое Евангелие, там описана жизнь Иисуса Христа, его деяние, значит, распятие, что было после, то есть вот так. И вроде бы как Дима собирался то же самое сделать о себе или от себя. Ну, одну вещь только я не сказал, чтобы закончить на эту тему. Но вышел этот сингл в 2018 году, шуму вокруг было, на какое-то время даже его закрыли в интернете, чтобы люди не могли слышать, поскольку там Дима сделал что? Дима там нарисовал, чем, как живёт вот нынешнее поколение. И нарисовал в страшных совершенно красках. И там в этом тексте несколько раз промелькнёт такая фраза. «Кто из вас выдаст меня?» И видите, я одну единственную строчку привожу, это Евангелие от собаки, Иуда. «Кто из вас выдаст меня?» То есть Дима себя понимает, ну, в образе Иисуса Христа, если хотите. А Иуда – предатель. Это не какой-то конкретный человек, не ученик, ничего подобного. Это та самая аудитория, которая пришла слушать Диму. То есть видите, какой страшный упрёк он бросает. И поэтому, когда я вначале сказал, что Дима трактует образ Иуды более традиционно, как трактует его Егор Летов, мы с вами пока не знаем. Мы только знаем, что Егор отослал нас к рассказу Леонида Андреева. Поэтому давайте Егора пока я трогать не буду. А Дима совершает такой, ну, своего рода, что ли, переворот, перевёртыш нам показывает. То есть вот эта толпа, эти зрители, которые ликуют там на концертах, кричат, свистят, на головах стоят. И вот именно-то они и предадут Диму Хаски. То есть видите, как он всё это поворачивает. Но заговорили мы всё-таки с вами об образе Иуды. Начал я с того, что сказал, что вот Егор Летов ссылается на Леонида Андреева. И я вам обещал разобраться с Леонидом Андреевым. Но давайте опять не станем торопиться, поскольку я сказал, что для того, чтобы говорить о том, как трактует образ Иуды Леонид Андреев, надо вспомнить, как его вообще трактует. Ну, я хотел сказать, история. История Иуды нам в основном известна из этих вот самых Евангелий, которые вошли в этот Новый Завет. И поэтому давайте сейчас мы с вами обратимся к Новому Завету и просто посмотрим, а как эти евангелисты изображают нам Иуду. Вот Иуда один из двенадцати пришёл, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тот час, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. Ну, вы замечаете, что в этом тексте есть выделенные слова, выделенные строчки. Я здесь иду за Евангелем, и то, что выделено там, выделяю здесь. Хотя эти выделения, забегая вперёд, скажу, очень важны, и поэтому прошу на них обращать внимание. А отрывок, который я привёл, это из Евангелия от Матфея. Ну, вы знаете, было четыре евангелиста, я всех цитировать не буду, но вот Матфея вам процитировал. А давайте мы ещё заглянем, что на тот же предмет или по тому же поводу сказал апостол, евангелист Марк. «Предающий же Его дал им знак, сказал, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно. И придя, тот час подошёл к нему и говорит, Рави! Рави!» и поцеловал его. Как сказал это Марк или Евангелие от Марка. И вот здесь очень любопытно это осторожно. То есть, возьмите его и ведите осторожно. Ну, кто должны взять Иисуса, напомню, кто забыл, наверняка знаете. Это римские центурионы. То есть, вот представители Рима в Иудее. И, собственно, они и должны схватить Иисуса и вести. Но почему осторожно? Отложите это своей в голове. Очевидно, я сейчас предполагаю, что если неосторожно, то есть, поведут, ну, мало ли, арестовали какого-то преступника. Никто и внимания ведь не обратит. А вот они-то арестовали Иисуса. И когда его поведут по Иерусалиму или где-то его арестовали, то народ, наверное, может взбунтоваться. И поэтому надо вести его осторожно, чтобы никто не заметил, тихо там упрятать в темницу, судить там, к Понтию Пилату отвезти и так далее. Ну, давайте еще из Луки приведу. Отрывочек тоже очень небольшой. Впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак. Кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Ну, все это происходит после Тайной Вечери, там, после других событий. Впереди шел вот этот самый Иуда. То есть, вот идут ученики Иисуса Христа. И Иуда идет впереди всех. И целует Иисуса. Ну, останавливается, очевидно. И что Иисус ему говорит Иуда? Целованием ли предаешь Сына Человеческого? Спрашивает. То есть, догадывается о том, что означает этот поцелуй. Тоже прошу обратить внимание. Это канонические тексты, признанные, принятые Церковью. То есть, вот именно так мы должны с вами воспринимать образ вот этого самого Иуды. Ну, я несколько раз повторил вот это слово. Канонические тексты, принятые Церковью и прочее. На самом деле, вот этих вот Евангелий, буду так уж говорить, о событиях, которые вот сопутствовали появлению прихода в Иерусалим Иисуса Христа, потом тому, что происходило на Голгофе и прочее, их было написано очень много. То есть, их было написано не четыре, их было написано даже не десять, а ещё больше. Но Церковь канонизировала только эти четыре. А все остальные, как я сказал, их было написано очень и очень много, они были признаны апокрифами. То есть, дескать, ну, неправильно там излагалось то, что Церковь считала должно выглядеть именно так, а не иначе. Ну, естественно, я вам все эти апокрифы приводить не буду, а то у нашего видео конца не будет, и двух и трёх продолжений не хватит, чтобы обо всём этом рассказать. Я выделю только один апокриф, очень, на мой взгляд, любопытный. Его обычно называют «Евангелие от Иуды», но это на самом деле так закрепилось, вот как в переводе на русский язык, но неправильно. Дело в том, что это «Евангелие», текст этого «Евангелия» был найден в Египте только в 1978 году, то есть, в общем, относительно недавно. И в отличие от тех «Евангелий», от которых мы с вами говорили, они все были написаны по-гречески, ну, на древнегреческом языке, на греческом, то «Евангелие от Иуды» было написано на копском языке, на древнекопском. Копский язык сегодня практически уже мёртвый язык. В Египте сохранилась копская церковь, они христиане, они исповедуют тоже Иисуса Христа и прочее, но у них несколько своё христианство. Так вот, там была найдена эта рукопись, найдена, конечно, в таком состоянии, что там огромных кусков не хватает и прочее. Но почему я сказал, что на копском языке? Перевести на современный язык с копского, тем более устаревшего копского, да к тому же с такой рукописью, видите, я вам показываю фрагмент её на своей доске, ну, очень сложно. Поэтому расшифровали её относительно недавно. А датировка, когда было всё это написано, есть две версии. Одна версия, что это где-то 130-й, то есть 70-й год новой эры, а есть версия, что это 200-й, там, какой-то год, но неважно. То есть это было написано уже после распятия Иисуса Христа. Кстати, и Евангелия, о которых я говорил, канонические, тоже были написаны после. Но мы к этой теме ещё вернёмся. А это вот было написано где-то в этот период. И правильный перевод скопского должен звучать «Евангелие Иуды», то есть не от Иуды, а Иуды. То есть можно понять, что это благая весть, которую Иуда нам несёт. Но сразу должен оговориться. Дело в том, что эта рукопись, этот текст, вот его нашли, как я сказал, в 1978 году, но средневековым схоластам этот текст был известен. То есть он ещё не успел рассыпаться, распасться в прах. Я почему так уверенно об этом говорю? Дело в том, что на этот текст ссылаются. Ссылается, во-первых, такой был схоласт Ериней Леонский. Ну вот видите, я вам показываю его на своей доске. Видите, давно люди эти жили. Ну, ещё одного надо назвать. Епифаний Киборский. Давайте и его покажу. Вот, его вы тоже видите. То есть я к чему тут веду и что мне представляется важным? То есть текст действительно вот этого Евангелия был найден только в 1978 году, но вот этим средневековым схоластам текст был известен, и они на него ссылаются. И у них можно найти в их уже текстах большущие выдержки, взятые вот из того самого текста, о котором я говорю. Причём, судя по всему, они-то это читали по-гречески, поэтому, скорее всего, копский вариант – это был тоже перевод. Ну, это всё область предположений. Давайте я туда не буду сильно зарываться. Я всё-таки хочу вас подвести к главной мысли. Дело в том, что эти средневековые схоласты, оба – и Ирине, и Епифаний – очень критически относятся вот к этому Евангелию от Иуды. Ну, я произношу, как это вошло в употребление, хотя сказал, что правильнее всё-таки Евангелие Иуды говорит. И они, когда приводят вот эти цитаты оттуда, они всё критикуют, ругают, что всё это неправда, что всё это придумано, что вообще всё это байка. Но давайте всё-таки заглянем туда. А почему я говорю, что средневековым схоластам это было известно, что, очевидно, вот этих самых схоластов мог почитать и Леонид Андреев. Мы ещё до этого тоже доберёмся. Но пока что же там всё-таки говорится в этом самом Евангелии Иуды? А там говорится о том, что, оказывается, этот самый Иуда был отнюдь не предателем. То есть, не предателем не было в том смысле, как это вошло вот в канон. Что он, да, предал Иисуса Христа, но сделал это по просьбе Иисуса. То есть, Иисус просил его совершить это предательство. Поскольку он Сын Божий. Он знает, что произойдёт дальше. Он, в отличие от нас с вами, прозревает не только прошлое, но и будущее. И ему, очевидно, ну, так надо понять из этого Евангелия, важно было вот, чтобы его арестовали, чтобы состоялась эта позорная казнь на Голгофе, чтобы вот были все эти страсти, страдания. И таким образом он мог искупить вот вину человеческую и всё взять на себя. И там же, в этом Евангелии будет говориться, что этот Иуда был самым успешным учеником Иисуса Христа. Он был единственным, перед кем Спаситель открывает истину. И, собственно, вот Христос обращается к Иуде. Давайте я процитирую. Я сказал, что сегодня есть перевод на русский язык. Он был сделан в 2006 году. Я поэтому даже ссылку внизу указываю. «Приди, дабы я мог научить тебя тайнам, которых не видел никто никогда». Это Иисус говорит Иуде, поскольку считает его самым своим близким, самым вот таким последователем его учения. И больше того, или после этого, там в этом Евангелии предлагается откровение. Откровение, которое вот Иисус выкладывает перед этим самым Иудой. Причём это откровение он выкладывает не только перед ним, он говорит об этом и ученикам, остальным вот апостолам. Но они не понимают, и они просят Христа растолковать им, что же он всё-таки там в этом своём откровении имеет в виду. И из всего этого, опять же, делается элементарный, совершенно очевидный вывод, что один лишь Иуда целиком и полностью понял вот этот замысел Христа. А понял он что? А то, что я вам сказал до этого, что вот надо совершить это предательство. Я, ну, я уже от лица Иисуса, говорят, должен пострадать и прочее. И тогда произойдёт, ну, что произойдёт дальше, тут совпадает уже с теми каноническими текстами или с той формой христианства, какое оно приняло. И ещё, я приведу ещё две цитатки оттуда. Снова Христос говорит Иуде, «Ты превзойдёшь их всех, ибо в жертву принесёшь человека, в которого я облачён». То есть вот, видите, прямо он обращается к Иуде. Ты принесёшь в жертву человека, или, вернее, меня принесёшь, но он же облачён, облик человеческий, да? И Иуда, ну, должен согласиться с этим, обязан согласиться выполнить эту просьбу Иисуса Христа, выдать его вот римским цитурионам. И при этом Иуда чудесно понимает, что он этим вот своим деянием, этим предательством отказывается. Иуде отказывается от всего, отказывается от славы в веках, отказывается от признания вот своего имени, отказывается от признания своего Евангелия, которое якобы его рукой написано, отказывается от самой жизни. Они подошли к Иуде и сказали ему, «Что ты здесь делаешь? Ты ученик Иисуса?» Иуда отвечал им, «Как желали они, и он принял деньги и предал его им». То есть, вот эта вот сделка здесь изображена. Ну, они, это те, кто заказывают это, арест и убийство Иисуса Христа, видите? Всё здесь сказано. Он берёт эти деньги и выполняет этот заказ. То есть, там происходит тот самый поцелуй, которым он выдаёт Иисуса, его арестовывают. Ну, что произошло дальше, вы чудесно знаете. Но, опять же напомню, куда ты от этого денешься? Деньги-то Иуда берёт, но вы помните это, и даже в канонических текстах вы найдёте, у кого угодно. Он этими деньгами не воспользовался. Он эти деньги потом где-то там зарыл в земле, а сам пошёл и удавился. То есть, покончил жизнь самоубийством после того, что вот совершил. И видите, я с умыслом на этом сделал акцент, что Иуда тоже знает, что с ним произойдёт после того, как он совершит это своё предательство. Ну, я вижу, что надо завершать первое видео, хотя ещё я очень многого не успел рассказать, но давайте я задержусь на последнем маленьком моменте, после которого мы с вами и сделаем паузу. Я уже говорил, да, что к образу Иуды обратились. Егор Летов назвал Диму Хаски. Я мог бы огромный список тут привести, потому что к образу Иуды обращались масса авторов, и фильмы снимали, и книги писали, и прочее. Но я выбираю немногих, исходя из той цели, из того замысла, из той мысли, к которой я хочу вас подвести. Так вот, дело в том, что вот эта вот версия, которая изложена в Евангелии Иуды, которую мы только что с вами разобрали, ну, буквально слово в слово будет повторена братьями Стругацкими. Ну, слово в слово я сказал, конечно, не слово в слово, но сама вот эта сюжетная канва, сама идея того, что Иуда не просто предаёт Иисуса Христа, а делает это по просьбе, по повелениям Сына Господня. Если вы читали у Стругацких такую книгу «Отягощённые злом» или «Сорок лет спустя», то наверняка обратили внимание, что там Стругацкие вот идут именно за этой версией. Ну, из чего можно сделать вывод, что они читали, конечно, уже расшифрованные, апокриф Евангелия Иуды, и эта идея им пришлась по вкусу, видите, они её даже превратили в свой роман, написали такую книгу. То есть, я повторюсь, Иуда предал Христа, потому что Христос просил или велел ему сделать это. И, может быть, Егор Летов потому и намекает нам, что читайте Леонида Андреева, и вы поймёте мой текст, который я написал. Ну, помните, я его привёл в самом начале видео, о том, что Иуда будет в раю, и он, Егор, тоже будет в раю, и встретится там с этим самым Иудой. Ну, вот давайте на этом месте я остановлюсь, и в следующем видео мы с вами разберём ещё разные аспекты этой темы, а главное, подберёмся к тексту самого Леонида Андреева, а как же он трактует образ Иуды Искариота. А сейчас до свидания, я надеюсь, мы расстаёмся ненадолго. Всего хорошего. Продолжение следует...